всем привет дорогие мои друзья подписчики а также просто неравнодушные зрители моего канала кому небезызлично дальнейшая судьба тела влада бахова и с вами я принц и рель а сегодня я хотел посвятить свой видеоролик обсуждению одного человека тоже блогера который также связан делом влада бахова вот я не хочу кстати рекламировать его канал потому что я думаю что его многие знают хотя в принципе конечно не такой уж он пока еще известен да но тем не менее я надеюсь что это в будущем как говорится все впереди вот но не буду делать рекламу но вы думаю что вы ведете в ю тубе валерия ященко влад бахов и что-то я думаю что ну некоторые его знают и вот хотелось бы мне скажем так его обсудить вот рассказать о его личности вообще ну что все что с ним связано и высказать свое мнение на этот счет значит валерий ященко ну судя по вот я посмотрел его видеоролики он является тренером значит детской юношеской школы если я не ошибаюсь я просто по диагонали смотрел видеоролики я так понял что он спортсмен что он действительно имел спортивную карьеру он на специалист по шахматам вообще человек довольно таки разносторонний психолог и тут вы знаете мне ничего не остается как его уважать действительно ну во первых потому что он старше меня да то есть я не знаю на сколько лет то есть там на 18 на 20 лет тут я не могу сказать насколько но так или иначе он старше меня и конечно же он образованный вот педагог психолог вообще и более того вот вот тут вот я хочу сказать то что он пережил действительно в своей жизни то что ну скажем так обсуждать но как-то не принято да то есть и тут можно только действительно поддержать человека и действительно повторюсь его уважать только за это потому что сила духа действительно у него неимоверная вот ну в каком-то плане мы с ним как бы на одной волне тоже пережили я тоже свои свое время еще в школьные годы когда учился обычной школе я вот неоднократно уже говорил об этом пережил подростковое насилие вот так сказать плоды подросткового насилия естественно это наложило отпечаток и на моей ну скажем так на моем психическом состоянии психологическом ну может быть и душевном и физическом тоже то есть я человек с особенностями и он человек с особенностями ребята вот в принципе вот мы все люди с особенностями мы все так иначе ребята с особенностями мы все разные нас природа создала каждого идентичным и в общем то каждый человек он уникален и в этом плане в этом смысле как бы это делает нашу жизнь и мир в целом интереснее так интереснее действительно жить и как-то развиваться это понимаете это все неспроста это все как-то заложено так вот действительно тут мы с валерием ещенком где-то может быть в чем-то похоже наши ситуации как бы и тут мне хочется пожелать так сказать ему только здоровья любви счастья ну успехов в карьере вот ну и конечно же счастье в личной жизни потому что но вы знаете как говорится когда есть любящий человек рядом да там девушка там ну это всегда конечно делают ну жизнь наверное лучше мне кажется да то есть когда есть человек которому ты можешь скажем так обратиться который тебе как говорится принесет стакан воды и так далее ну и хочу также сказать что он занимается делом влада бахова то есть он также не безразличен где к этой теме оказался как и впрочем и я как блогер и как другие блогеры тоже но скажу с оговоркой что он что мы с ним по разные стороны баррикад а именно я защищаю владика то есть я защищаю родителей влада то есть я на расследую ну по моему мнению это было убийство вот этими двенадцатими плюшевыми мишками негритятами тигрятами как их я еще люблю называть вот ну и конечно же я защищаю честь родителей честь семьи влада и самого владика конечно же но он как-то вот интересно поступил решил защищать вот этих 12 негритят и всех тех кто так или иначе но косвенно и прямо причастен к его исчезновению ну или давайте все таки назовем вещи своими нами его гибели потому что ну как бы знаете я уверен что действительно он погиб именно от рук вот этих двенадцати не буду говорить ладно ну короче говоря вот очень странно да то есть вроде бы ну действительно я его уважаю да и вот знаете вот тут вот как бы в нем такие два начала содержится с одной стороны я его уважаю да как бы и как бы другие чувства я не могу ему испытывать кроме уважения кроме какой-то вот ну не знаю как это назвать любви именно как вот как человеку как вот но с другой стороны я даже не знаю как нему относиться потому что но он защищает вот этих 12 негритят и собственно и вот этих дербанова там и прочих вот тут у меня только я не знаю тут у меня такие мысли либо вот эти так сказать кто там выступает кто защищает там ну не знаю может поиск истины это мои предположения опять-таки я не берусь осуждать да я не берусь делать какие-то ему заключения но я уверен что это действительно поиск истины изначально ему как-то вот перетянули на ну как бы на свою сторону либо же ну вы знаете да это психология это очень тонкая наука да все это можно сделать перетянуть на свою сторону это можно там не знаю это может девушка сделать какая-нибудь это может быть сделать как-нибудь соблазнительница это может быть сделать кто угодно можно деньгами человека заманить можно человек как-то на своего слабые места сделать так сказать такой акцент так вот я думаю что здесь произошла действительно вот такая приманочка может быть его действительно перетянули на свою сторону вообще-то конечно очень странно потому что ну все-таки валерий но действительно как бы такой довольно взрослый человек да ну как бы не знаю сколько 45 может быть ну не знаю но важно то что как бы ну действительно непонятно или он тоже такой доверчивый как я или я даже не знаю что думать вот хотелось бы здесь услышать объяснение самого блогера да вот валерий я к вам обращаюсь если вы будете меня смотреть вот хотелось бы здесь услышать от вас такой ответ почему вы все-таки стали на сторону вот именно вот этих 12 негритят почему вы защищаете их позицию почему вы вот действительно это что это какая-то личная обида на родителей влада потому что ну я видел ваш это сказать знакомился с с видеороликом у кочи вы с ним общались по телефону и как бы вы высказали свое мнение о том что мама влада причастна к гибели ну то есть как бы виновна косвенно то что владик как-то ушел из дома до этом ну я так понимаю что вы хотите сказать что владик так сказать избежав пыток от родителей решил так сказать прийти вот к этим двенадцати негритятам в объятия до чтобы они вот сказать пригрели к себе чтобы они его напоили насильно причем там водочкой на шалаш на сильно так сказать его затащили скинули его так сказать с этого шалаша сказать избили кастетом как у меня есть уже информация и я не знаю и и это ну как знаете вот мне просто не знаю даже плакать или мне или что или ну и и действительно и сделали прочие непотребности которые я уже неоднократно в своих видеороликах высказывал страшные вещи вот валерий неужели вот вы думаете что влад вот настолько был ну как бы ну скажем так садом а захистом чтобы отдаться вот этим двенадцати упыря потому что их только так можно называть и спастись от этих но родители которые в принципе хорошие родители там ничего плохого делали как бы откуда у вас информация что они применяли насилие к владу вот валерий можете как-то привести какие-то доказательства опять таки почему все высасываете из пальца вот вы знаете и вот хотелось бы услышать объяснение все это от вас валерий и еще вот валерий вот вы изначально вот уже защищали вот эти двенадцати негритят вот как бы самого начала все таки тоже хочется здесь вот обратить на это внимание да то есть то то есть вы я так понимаю не переобувшийся блогер как вот допустим будда гришна иван кузьминов и дегтярёв ну к ним уже отдельный разговор я про них уже поговорю в следующих своих видеороликах как бы разберу их психологический портрет и прочее и объясню причину ну а с вами как бы вот что делать как бы хочется понять и разобраться просто я уважаю вас и но как бы мне действительно непонятно как и впрочем и моим подписчикам тоже непонятно в общем то вот ваши действия потому что ну как бы согласитесь но вы как психолог можете объяснить это ваше решение и почему вы так решили поступить почему вы решили вот защищать другую сторону медали вот я надеюсь что вы меня услышите я надеюсь что вы меня как то одну как то не знаю отреагируйте на мой видеоролики ну как то не знаю хотя бы для моих подписчиков чтобы был такой ну более-менее такой вразумительный ответ я в принципе вас пойму и в чем-то может быть как бы хотя конечно я с вами не соглашусь что вы защищаете двенадцатую сторону в принципе я наверное не изменю мнение а я точно не изменю мнение потому что но это нужно быть просто умалишенным чтобы перейти на сторону вот этих двенадцати негритят извините меня да и так сказать из и выступать против влада это извините не моё но хотелось бы просто вот я доброжелательным к вам поэтому хотелось бы услышать от вас ответ валерий всего доброго там дорогие друзья увидимся также в следующем видеоролике всем до встречи и пока будем ждать ответ от валерия сам я был принц и рель до встречи